Рынок недвижимости в России непредсказуем. И многие задаются вопросом, когда же обвалится стоимость квартиры. Меня зовут Клышин Алексей, я юрист по недвижимости. И сегодня я вам расскажу о реальных причинах, которые могут привести к обвалу рынка недвижимости в России. Смотрите этот ролик до конца, чтобы суметь вовремя среагировать на изменения на рынке недвижимости. Российский рынок недвижимости очень неоднородный. Если мы говорим, например, о Москве, то вот весь российский рынок недвижимости вырос. За первый квартал 2023 года он вырос на 7%. Но это вся Россия целиком. Москва, к сожалению, не может похвастаться таким ростом цен на вторичном рынке недвижимости. Москва находится в боковом тренде. То есть весь прошлый год Москва у нас падала примерно по 1% в месяц. Но в этом году падение притормозилось. Потому что количество объектов было огромное, больше 65 тысяч на продажу. Сейчас количество объектов сокращается, количество сделок увеличивается. И спрос находит такой баланс. Получается, что рынок недвижимости приостановил в Москве свое падение. И идет в боковом тренде. Но, друзья мои, был так называемый высокий сезон. То есть у нас в Москве есть ноябрь, декабрь, март и апрель. То есть раньше сезон был с осени по январь. То теперь тренды немножко изменились. Уже несколько лет подряд рынок недвижимости московского региона. Он вот в таком находится ключе. Почему? Потому что дальше длинные майские праздники. Кто-то уехал, кто-то еще будет на дачу. И потом впереди лето, люди все уедут на, соответственно, свои дачи, в отпуска. Им будет не на недвижимости. Но спрос, соответственно, он регулируется только ценой. И вторичный рынок недвижимости московского региона вынужден будет корректироваться немножко вниз. Самым главным фактором, который тормозит рынок недвижимости, это, конечно, геополитические факторы. То есть мы не понимаем, что будет завтра. То есть как только началась специальная военная операция, у нас цена сначала выросла резко за месяц. А потом весь тот год опускалась. И многие сейчас идут и не понимают, а что же будет дальше? Какой будет дальше пакет санкций? 12-й, 13-й, 15-й? Что в этих санкциях будет? То есть есть такие призывы, что вообще ограничить всю торговлю с Россией. То есть нас хотят закатать вот какой-то стеной, оградить от всего мира. Чтобы как-то на руководство страны влиять. Но так как мы находимся внутри вот этой вот стены, да, то мы с вами... И рынок недвижимости, он тоже приспосабливается ко всем этим ситуациям. И понятно, что пока идет специальная военная операция, рынок недвижимости, ну, он такой... Многие боятся и переживают покупать. Ну, потому что это очень сильно влияет, в том числе и в головах людей. Плюс государственное регулирование, конечно, очень сильно включается в этот процесс. То есть у нас, например, если мы там о рынке новостройок поговорим, то новостройки это вообще что-то с чем-то. То есть сначала был ковид, надо стройку поддержать, потому что застройки не могут строить. У них, по сути, всех вывели, то есть домой, да, они все дома сидели. Потом, значит, специальная военная операция, и застройщиков опять поддерживают. То есть государство поддерживает стройку, потому что в стройке занято примерно 15% населения страны, да. И государство не хочет обманутых дольщиков. И что государство делает? Она субсидирует, то есть вливает, по сути, денежные средства. Ну, всегда, когда какой-то кризис, вливают деньги в стройку и в банки, да. В банки, чтобы люди с деньгами остались, а в стройку, чтобы не стали обманутыми дольщиками. Потому что очень много надо строить, да, потому что у нас все жилье ветхое, там, 60-е, 70-е годы, по 50 лет, по всем объектам, и государство всячески поддерживает, да. И вот эта поддержка, она вылилась, ну, в такую плохую историю, потому что государство вливает деньги, триллион рублей влили, застройщики что, сидят, смотрят, что к ним люди идут, покупают квартиры, они берут и цену поднимают. То есть, с одной стороны, государство хочет поддержать стройку, ну, чтобы квартиру у них покупали, чтобы они с голоду там не сдохли, да, чтобы они достроили эти дома. А с другой стороны, застройщики говорят, ну, а что, смотрите, спрос есть, значит, цена будет расти. Ну, то есть, и получается, с одной стороны, государство вроде бы дает деньги, а с другой стороны, цена растет. И получается, государство своей поддержкой, оно что делает? Оно всех нас с вами подводит под определенную черту. То есть, уже стоимость новостроек, она уже какая-то запредельная просто. То есть, в Москве этот же ценник уже там 300 тысяч рублей, да, 300 тысяч рублей. Причем вторичка, чтобы вы понимали, там, в Новой Москве квартиру можно купить там 250-280 тысяч за квадратный метр, друзья мои. Мы в Новой Москве продаем вторичку за 160 тысяч рублей за квадратный метр. Двухкомнатная квартира в панельном доме, 12 лет дома, и ее никто не покупает. То есть, представляете, какой разрыв, да, в два раза практически между стоимостью вторичного жилья и стоимостью новостроек. Почему? Да потому что государство льет и льет эту поддержку, а застройщики поднимают и поднимают стоимость. То есть, и мы, когда с вами покупаем новостройки, тогда что происходит? В общем-то, эта новостройка становится вторичкой. И потом, если мы ее хотим продать как вторичку, то мы видим, что у нас эффект Мерседеса, да. 70% ЖК, который строится, у них есть одна проблема, что квартиры в этом же ЖК, но в сданном доме, стоят на 20% дешевле, чем в строящемся доме. Лучи возьмем. Значит, трешку стоит 25 миллионов рублей. Ровно такую же квартиру мы можем купить за 20 миллионов рублей в собственности. То есть, в первом случае нужно ждать 3 года или там 2 года, пока дом достроится. А во втором случае покупаешь квартиру с ключами, и вот тебе, пожалуйста, 5 миллионов рублей ты сэкономил, просто купив квартиру на вторичном рынке недвижимости. И государство, понятно, что выливает эти деньги, и это, конечно, выливается все боком для нас с вами. То есть, рынок недвижимости растет. Но эта история продолжаться не может вечно. Понятно, что как бы ипотека на вторичном рынке довольно-таки высока, и люди не могут позволить себе купить квартиру, да. То есть, вот застройщики чем привлекают? Что вот у нас ставки, вот у нас там дешевая ипотека, возьмите с маленьким платежом, мы вам ставку сделаем 0,1. То есть, они очень много объектов в том году продали по около нулевым ставкам. Центральному банку это не нравится, потому что банк берет 10 миллионов рублей, стоит квартира. Значит, если ты покупаешь ее в ставку 0,1, то она на 20% цена увеличится. То есть, банк выдает тебе ипотеку 12 миллионов рублей. И в залог берет квартиру в 12 миллионов рублей. И если ты перестанешь платить, то банку нужно будет продать квартиру, и на баланс ему нужно 12 миллионов рублей. А по факту она даже 10 не стоит. Если заемщики в банке перестанут платить, по каждому такому заемщику банк будет 4 миллиона рублей, у него будет убыток. И если таких заемщиков один, это одна история, 10, там другая. Если их 100 тысяч или 10 тысяч, то, соответственно, банки будут банкротами. И, конечно, центральный банк вот не нравится. И что они делают? Они заворачивают просто гайки. Каким образом? Значит, с мая месяца что будет происходить? Теперь минимальный первоначальный взнос будет 20%. Всем банкам, которые выдали вот эти вот дешевые кредиты, им дали задание нарастить вот этот вот недостающий долг, который у них есть. То есть резервы создать под каждую эту ипотеку. И банки в шоке. Мы что видим? Что банки уже поднимают стоимость. То есть уже после майских праздников стоимость банки повышают ипотеку. То есть ключевая ставка осталась на том же уровне. Но банки кто-то на 0,3, кто-то на 0,5 поднимают ипотеку. И это все регулировано. Дальше. Центральный банк еще дальше пошел. Эльвира Набиулина. Она что сделала? Она говорит, а теперь мы не хотим, чтобы... Наши покупатели, наши жители России покупали квартиру с минимальным первоначальным взносом. Потому что всякие схемы есть. И с 1 января 2024 года минимальный первоначальный взнос в новостройку будет уже 30%. И это все приводит к тому, что цена продолжает расти. То есть независимо от чего. То есть у застройщиков есть график повышения. Они просто повышают, потому что есть спрос. И мы видим, что количество сделок, например, в апреле и в марте у застройщиков, оно было сравним с 2021 годом. Ну, то есть у них покупают квартиры, соответственно, они повышают стоимости. Но, друзья мои, так будет недолго. И еще очень сильно влияет и демографическая ситуация в стране. Когда СВО объявили, огромное количество людей, полтежеспособных, которые платили налоги здесь, которые зарабатывали хорошо. Они что сделали? Они уехали в другие страны. Кто-то в Турцию, кто-то в Арабские Эмираты. У меня, кстати, есть очень интересное видео по этому поводу. Где лучше купить квартиру? За границей или в России? Вот тут можете его посмотреть. Или в описании зайдите. Там будет на него ссылка. И демографическая ситуация, конечно, очень сильно влияет. То есть больше миллиона человек уехало, платежеспособных. И это, конечно, сильно осложняет в том числе и роль покупателей. Потому что структура спроса очень сильно изменилась. То есть если раньше, например, несколько лет назад люди за 40 покупали объекты недвижимости, то сейчас покупают там Сбербанк и ВТБ, говорят, среднего возраста 37 лет. То есть 37 лет – это, ну, в принципе, какая-то такая понятная, нормальная история. То есть молодые люди покупают, у них требования к жилью чуть другие. И, в общем-то, они неплохо зарабатывают. У них есть выбор, что купить. Конечно же, они привлекают в том числе и ипотечные средства. Покупатели мужчин, они очень сильно остерегают сейчас покупки квартиры. Почему? Ну, потому что уже была частичная мобилизация. У нас в государстве можно ожидать все, что угодно. Вдруг она будет завтра опять. И, конечно же, такие люди, они все-таки выжидают какую-то паузу. Мы прям по своим клиентам видим, что у нас есть люди, которые готовы купить. Но они говорят, ну, не сейчас, мы подождем. И, соответственно, эти люди, они откладывают покупки. И тем самым спрос накапливается. То есть отложенный так называемый спрос. То есть есть люди, у которых есть деньги, которые готовы купить квартиру, но в связи с геополитической ситуацией и непонятно, что будет дальше. Эти люди, они берут какую-то паузу. То есть вот год прошел, они подумали и говорят, окей, мы еще подождем. То есть есть люди, которые говорят, я здесь и сейчас хочу жить. И вот они выходят на рынок и делают там 13-15 тысяч делок на вторичном рынке недвижимости в месяц. Да, там, март-апрель. А другие люди, они, конечно, на паузе, потому что вот риски покупки на мужчину, ну, потому что что-то уйдешь ты на СВО, придешь оттуда, не придешь, непонятно. А что будет дальше, тоже никто не знает и не понимает, да, там. Будет ли у тебя кредитный каникул, что дальше будет с твоей семьей. Как бы вот такие риски никто не хочет на себя, конечно же, брать. Если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то как сейчас там покупается объект недвижимости. Ну, то есть правильные покупки, это примерно таким образом. То есть у нас, как же люди привыкли. Выбрал одну квартиру и все, я вот ее хочу купить. Ну, то есть вот сейчас для того, чтобы купить квартиру и купить ее дешево, тут немножко другая стратегия работы. То есть ты примерно определяешься с локацией, выбираешь там 20 объектов, 10 из них смотришь, с ними торгуешься и потом за ними просто следишь какое-то время. И у тебя есть два варианта. Либо сейчас купить с дисконтом, даже если цена немножко вниз корректируется, то после этого она все равно отрастет, да. Зато ты сейчас заедешь, сейчас будешь жить и не будешь арендовать, не париться с квартирой, никто не выселит и так далее. Либо есть вторая стратегия, когда люди просто видят и ждут, как бы пока вот весь рынок опустится. И по сути весь рынок, очень многие покупатели заняли такую выжидательную позицию. То есть вот если будет дешево сейчас, я сейчас куплю. Если дешево сейчас не будет, я посмотрю, что будет дальше. И дальше будет какая-то вот непонятная такая история. Конечно, законодательные решения, которые происходят на рынке недвижимости, они очень сильно влияют, в том числе и на него. Ну, как я уже говорил, Центральный банк там сильно закручивает гайки, да, плюс всевозможные субсидии. То есть семей хотят поддержать. Ну, то есть государство что у нас делает? Сначала выбрали спрос тех, кто готов 35 тысяч рублей в месяц платить. В Москве вот за полтора года весь этот спрос съели. Теперь что сделать? Теперь говорят, ага, давайте теперь рынок откроем дешевыми деньгами кому? Те, у кого есть дети. То есть семейная ипотека 6%. Все, идите покупайте. Если у вас двое детей есть, 6% вам, а если там с акциями с банками, то там и 5,5, и 5,7 есть. И теперь, значит, в инициативе еще один законопроект для того, чтобы спрос поддержать. Ага, если вы больше 50 метров будете покупать, то для вас ставка будет там не 5,7, а там 3,2. Идите покупайте. И таким образом искусственно берут какую-то группу людей, примерно понимая, что она там, не знаю, несколько миллионов в России, и под них, соответственно, настраивают эту программу. А все остальные, они сидят и ждут. Рынок вторичной недвижимости никак, по сути, вообще никак невозможно регулировать, только одним способом. Это ключевая ставка. То есть у нас есть такой огромный разрыв между ключевой ставкой и ставкой в банках на вторичный рынок недвижимости. То есть если раньше всегда была такая корреляция, то есть какая бы ставка ключевая ни была, например, там 6%, то у банков ставки начинали плюс 1,5%. То есть если ставка была 6%, то у банков была ставка 7,5%. Ну каких-то там 8% была там на 2%. Теперь смотрите, какая ситуация. Ставка 7,5%, а ипотека на вторичный рынок 11%. Ну то есть если мы от 11% отнимем там 2%, то по факту, ну вот по-хорошему, ключевая ставка, она сейчас должна быть в районе там 9%, а она у нас пока 7,5%. И на всей этой истории, конечно же, зарабатывают банки. Но Центральный банк тут на последнем заседании что заявил? Что диапазон ключевой ставки, он установил, что она там может достигать там 8%. И Эльвира Набиулина намекнула, что неплохо было бы эту ставку на нам поднять. То есть если с большей долей вероятностью летом, когда инфляция наберет свой ход, эту ставку для того, чтобы сдержать эту инфляцию, в определенном диапазоне ее, конечно же, немножко поднимут. Если ее там на полпроцентных пунктов поднимут, то ипотека вырастет, соответственно, еще там на 1%. Ну то она всегда в два раза простая. То есть будет не 11%, а 12%, да? А может быть и больше. И, конечно же, вот эта ситуация очень сильно охладит вторичный рынок недвижимости. То есть сейчас, что мы видим? Огромное количество предложений было в апреле месяце. Их было 65 тысяч. Это рекорд. Сейчас оно снизилось до 62. После майских праздников, я думаю, что оно будет в районе 60. То есть такой баланс вроде бы найден. Но впереди длинные выходные. И если летом нам поднимают ставку, то это сильно рынок недвижимости, конечно же, приводит в ступор. То есть покупателей с ипотекой будет меньше. Соответственно, покупать объекты будут меньше. А продавцам что остается делать? Только конкурировать за тех, кто остался. Тех, у кого не ипотека. Те, кто накопил 2-3 миллиона рублей, продает там, не знаю, свою однушку, хочет купить двушку. Вот эти люди на рынке останутся. То есть те, кто для себя покупает, они всегда на рынке есть в любой ситуации. То есть жизнь никто не отменял. Рождаются дети. Умирают родственники. Мы там женимся, разводимся. И как бы жить надо дальше. И менять надо свои квартиры. И вот эти вот 5-7 тысяч сделок, они каждый месяц всегда проходят. То есть не в зависимости от того, что вокруг происходит. И по сути, вот за этих вот покупателей как раз и будет война. А конкурировать продавцы могут только одним, только ценой. И получается, кто бы что ни говорил, летом мы с вами увидим понижение цены. Потому что если ставку поднимут, то оно сильно усугубится. И все-таки для того, чтобы быть в курсе, что же происходит, я вам рекомендую ко мне в Telegram подписаться. В описании к этому видео есть ссылка. И там мы каждый понедельник в 18.00 разбираем ситуацию на рынке. Смотрим спрос, предложение. Как раз вот там 15 минут, например, на прямой эфир. Для того, чтобы понять, а что же сейчас происходит. Сколько сделок зарегистрировано. А в какую сторону сейчас движется рынок. Вот мы это онлайн мониторим каждую неделю. И вот как бы такое видео записывая. Понятно, что завтра оно может измениться. Вы его будете смотреть через месяц. Возможно, ситуация в принципе в крайне поменяется. Но я почему-то уверен, что да ну и не только я. Я вот вижу, как рынок развивается. Я вижу, что рынок недвижимости. Но в лето этого года он будет стагнировать вторичный рынок недвижимости в Москве. Я повторюсь. Потому что если мы говорим обо всей России. То мы видим, например, регионы, где рынок растет. То есть это какие-то регионы, у которых он падал до этого, например. Либо регионы с большим туристическим потенциалом. Либо в регионах, где новый аэропорт открыли. Новое авиасообщение. То есть вот какие-то вот такие вещи. И там, конечно же, цена будет расти. Обязательно нужно анализировать этот рынок. Для того, чтобы понять, а стоит ли вообще сейчас в него заходить. И стоит ли покупать. Ну а если мы говорим про вторичный рынок недвижимости. В Москве будет падать. И с вторичкой всегда есть куча вопросов. Потому что почему вторичка многим не нравится. Почему люди хотят купить квартиру в новом доме. Вроде бы и платеж там поменьше, с одной стороны. Потому что вторичка это всегда ряд вопросов. И ряд проблем, и ряд трудностей. С которыми вам придется столкнуться. Ну, например, риски. Вы покупаете квартиру на вторичном рынке недвижимости. И там куча рисков. Есть 45. И вы должны уметь их понимать. То есть вам либо нужен профессиональный грамотный эксперт. Либо какой-то профессиональный риэлтор, который эти риски сможет увидеть. А многие даже не знают про эти риски. Они говорят, да у меня банк все проверит. Так вот, не все банк проверит. К сожалению, да. То есть можно купить квартиру у какого-то должника. И потом объявить о банкроте. У вас квартиру заберут. Мат-капитал использован. Потом дети вырастут. Пойдут в суде, заявят о своих правах. У вас квартиру тоже заберут. Купить квартиру в наследство. И там не проверить их наследников. И потом они найдутся, как подснежники. Придут и у вас квартиру тоже заберут. Друзья мои, чтобы во всем этом разобраться. Внизу в описании к этому видео. Ссылка регистрируется на бесплатный вебинар. Про методика проверки квартиры и собственника перед покупкой. И там за два часа мы с вами разберем все 45 рисков. И научитесь технологично проверять объекты недвижимости. Сидя дома на диване в любой точке России. А можно это сделать в том, что 90% проверок проходит удаленно. То есть сидя дома через интернет. И огромное количество ресурсов, скорее всего, о которых вы даже не подозреваете. Жду вас на вебинаре. Регистрация внизу. И когда мы вторичку проверили, с ней все становится проще. Ну и понятно, что рынок недвижимости вторичный. И новостройка, он, ну по крайней мере, в московском регионе, он плюс-минус примерно одинаковый. И спрос всегда перетекает из одного в другое. То есть мобилизацию объявили. Люди с новостройки бежали на вторичку, у кого были деньги. Пошли и там купили вторичку. Начнет падать. Люди что, пойдут покупать? То эти люди побегут на рынок новостройок. И там будут больше покупать. И вот этот спрос, он как пинг-понг. Туда-сюда падает. Я уже говорил, что предложения огромное количество на рынке сейчас. Там в марте, по-моему, был абсолютный рекорд. Это было 65 тысяч объектов, выставленных в Москве по данным ЦИАНа. В рекламу ЦИАН, напомню, это самая чистая база в московском регионе. По ней это как раз мы смотрим количество выставленных объектов. Потому что понятно, что там есть какие-то фейки, какие-то утки. Но это какой-то процент. Там 2, 3, 5 может быть. Но тем не менее, вот общий процесс по нему можно понять. И количество предложений снижается. Но всегда так бывает. То есть вот сейчас сезон закончится. Весна и лето люди уедут, предложения поснимаются. И, в общем-то, будет конкуренция идти вот за рынок. Этот именно в том ключе. Ну, например, огромное количество затовариваний рынка недвижимости. Новостроек происходит в Краснодаре. 80% объектов. А новостроек не проданы. Можете представить? 80%. То есть там столько начали строить, что никто их, к сожалению, не покупает. И понятно, что вот это затоваривание в Москве порядка 50% затоваривания. Ну, то есть и застройщики, им ничего не останется делать, как тоже понижать стоимость. Потому что у них огромное количество объектов, которые нифига никто не будет покупать. А почему? Ну, потому что их очень много. И понятно, что они прям вот пойти с цены снизить не могут. Потому что это нужно согласовывать все с банками. Но опять будут скидки, как в прошлом году. То есть 30-35%. И мы сейчас уже видим, что есть застройщики, которые делают как бы официальные скидки. А есть те, которые, знаете, как у нас любят. Сначала поднять цены, а потом сделать скидку на то, что подняли. Так вот, мы сейчас видим больше и больше застройщиков, которые, в общем-то, делают правильные, нормальные скидки. И скидки бывают 20%, 25%. То есть мы вот клиентам покупали такую квартиру месяц назад за 12%. Сейчас она стоит 10500. Вот акция 10 квартир есть по такой цене. Чтобы не купить, сможем помочь вам купить квартиру в новостройках. В описании к этому видео консультации нажимаете кнопочку бесплатно. Подберем объекты в новостройках. Потому что мы работаем с топливными застройщиками. Знаем, где лучше купить. Для того, чтобы вам потом не было мучительно больно. Чтобы вы потом не увидели так называемый эффект Мерседеса, когда ваша квартира подешевела на 20%, а то и на 30%. Как только вы получили выписку из ЕГРН о том, что вы стали собственником данного объекта недвижимости. Нужно правильно, с умом подходить к выбору объекта и локации. По моим прогнозам, рынок вторичной недвижимости в этом году должен скорректироваться примерно от 5 до 10% вниз. То есть он понизится. Сказать, что рынок недвижимости завтра рухнет. Ну, то есть, наверное, теоретически такая история может быть. Да, если какая-то внешняя структура, не знаю, там, третья мировая война начнется, атомная бомба или что-то еще, не дай бог. То, конечно, рынок недвижимости сильно повлияет. Но, если глобально ничего не поменяется, то рынок недвижимости резко никогда в своей истории практически не падал. То есть он всегда падает плавненько, постепенно, пока экономика у нас не отстроится. Возможно, полтора, два, три года. И мы ожидаем примерно 10% спад в конце этого года. Ну, и на рынке есть в недвижимости много людей, которые сидят и ждут. Ждуны, так называемые. То есть они сидят и ждут хорошего подходящего момента для покупки объекта недвижимости. Ну, наверное, правильное это решение, да, смотря с какой стороны. Ну, то есть, например, если есть деньги, но они многие не учитывают одну историю, что деньги, они где-то лежат, они же обесцениваются. То есть в том году инфляция была 12%. Цена выросла у всего на 12%. То есть у тебя инфляция 12%, селый ценник еще на 12% вырос. Ну, у тебя минус, там, больше 20% ты по итогу потерял. Почему? Ну, потому что вот так это все устроено. Сидеть и дальше можно ждать. То есть классно, когда у тебя есть какой-то объект, и ты сидишь, ждешь. А вот когда у тебя есть деньги, но тут понятно, что выбор и решение принимать, конечно же, вам. У многих людей паника, да, то есть они не понимают, что будет завтра, и не хотят менять. То есть сейчас очень много проходит альтернативных сделок, их больше 60%. То есть это когда человек одну квартиру продает, другую покупает. И тогда у него риски минимальные. То есть если вам нужно обменять квартиру, да вам все равно, что с рынка происходит. Падает он, растет, ваше упало. И то, что вы хотите купить, упало. Ваше выросло на 2 миллиона. И то, что вы хотите купить, выросло. Ваша доплата, ну, тоже чуть-чуть выросла, да. То есть в любом случае, когда у вас есть уже какой-то объект, и вы хотите купить другой, вам вообще все равно, что с рынком происходит. На вас это никак не распространяется. И вот мы видим людей, что многие ждут, ну, и не с той позиции. У нас есть клиенты, у нее было 5 миллионов рублей. Мы ей предлагали купить двухкомнатную квартиру 3 года назад на эти деньги. Вот она сидит, ждет, и сейчас на 5 миллионов рублей она может в студию только за МКАДом купить. Младший человек прождал 3 года. Лучшее время для покупки, а лучшее время не наступило, да. Когда она наступит, непонятно. У меня, например, другой подход к этому всему. Знаете, я вот жить хочу здесь и сейчас. Вот у меня есть трое детей. Что мне, сидеть, блин, там, не знаю, в двухкомнатной квартире, чтобы они спали на трехъярусной кровати и ждать, пока рынок будет? Да мне все равно, что с рынком происходит. Я хочу здесь и сейчас. То есть я продаю свою квартиру, покупаю другую, делаю в ней ремонт, переезжаю, буду в ней жить. Все. Да, возможно, я потеряю сколько-то денег. То есть моя квартира, возможно, в перспективе двух лет опустится по цене, и я не смогу ее на рынке продать, при учете того, что я в ремонт сколько-то вложил и за сколько-то ее купил, да. Но, друзья мои, если я покупаю квартиру не на год, не на два, а там на пять лет как минимум, то моя недвижимость в любом случае вырастет, да. И я уже четыре или там пять раз делал такие итерации, когда я свою квартиру продаю, покупаю больше, больше. И вот сейчас делаю ремонт. Кстати, о моем ремонте можно в телеграм-канале моем посмотреть, как он происходит. Там есть проекты, что за квартиру я купил. В описании к этому видео подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там, кстати, очень много интересного, там есть куча бесплатных чек-листов, как внести правильно аванс, как поговорить с продавцом. Походите, поищите, потому что там просто кладется информация. Если вы самостоятельно хотите купить объект, сэкономить на услугах риелтора либо юриста, вам точно туда, там очень много интересного. Я думаю, что это вам очень сильно поможет в покупке самостоятельного объекта недвижимости. В такое время очень тяжело строить прогнозы, что будет дальше. Но факторы, которые есть вокруг нас, они нам всячески говорят о том, что рынок недвижимости вторичный в московском регионе не может расти. Но ипотека дрожает, количество предложений уменьшается, спрос падает. Впереди лето. Нет факторов для его роста. Есть факторы только для падения. И, скорее всего, в районе 10% по итогам этого года мы увидим падение рынка недвижимости на вторичном рынке в московском регионе. Если мы говорим о рынке новостройок, то тут не все так однозначно, потому что, в общем-то, в том году не было падения. И расслоение между вторичкой и новостройкой, оно продолжается. Но это тоже вечно не может длиться. Застройщикам закрутили гайки, субсидии все равно остались. Спрос они какой-то все равно понимают. Но они вынуждены будут летом тоже немножко скорректировать свои цены. Но вряд ли мы увидим понижение цены прямо вот в прайсах. То есть, скорее всего, это будут акции, скидки, в общем-то, как это было. И, скорее всего, пока государство это все будет поддерживать, вот таким вот вяло текущей ситуацией пару лет это и пройдет. Вот примерно такой мой прогноз на рынке недвижимости. Какого-то обрушения этого рынка. Многие эксперты говорят, я не вижу и не вижу даже предпосылок для этого. Всегда все говорят, что рынок упадет, упадет. Я на этом рынке недвижимости 15 лет работаю. И я никогда не видел, что рынок недвижимости рухнул бы на 50%. Да, были моменты там в 2014 году, когда он скорректировался на 30%. Но это было на протяжении трех лет. И среднее падение в год оно было там в районе 10%. Вот примерно ситуация повторяется. Если глобально ничего не произойдет, то нас ждет минус 10% к концу этого года. А с вами был Клышин Алексей, юрист по недвижимости. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Напишите комментарий, обязательно на него отвечу. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале.